Да, вот так вот, вот так вот происходит настоящая подготовка! Вот и шампанское. Реквизит. Пошел уже, он пустая бутылка, видите, универсальный. Вот она, алкоголизм после спектакля. Попробуй сделать спектакль. А потом поговорим, да. А потом поговорим, да. Все. Не журек, не жвет, ты блюдной, який стадор, не горай паджинов, не сахит. Я считаю, что самое главное в жизни вообще это развитие. То есть развитие, это посещение разных курсов, занятий, тренингов, мастер-классов. Ну и понятно, саморазвитие, это там чтение книг, аудиокниг. Куда-то идешь слушать не радио, а послушать какую-то умную книгу и таким образом постоянно становиться умнее. Вот я даже на примере своих знакомых, с которыми не общаюсь, например, год, два или три, ты потом встречаешься с ними и понимаешь, что люди, они остались там же, где и были, и тебе просто с ними неинтересно. Вот. Именно поэтому мы постоянно ездим, путешествуем, ездим на разные фестивали, на разные мастер-классы, на разные тренинги, разные курсы посещаем. И вот сегодня мы отправились в Очаков на международный театральный форум... Как он называется? Международный театральный форум... Театрон. Форум-фестиваль. Вот. Международный театральный форум-фестиваль Театрон, куда приглашены гости из разных стран, из Украины, из Польши, из Литвы, из Германии, Франции и еще откуда-то, скорее всего. И вот мы едем туда, чтобы чуть обновиться знаниями, познакомиться с новыми людьми, пообщаться и таким образом стать еще круче. Вот сейчас приехали в аэропорт Борисполь, терминал Д, встретить одного из участников этого форума, Йонаса Базиляускаса, вот, и попробую с ним кое о чем договориться, вас ждет маленький сюрприз. А пока мы идем его встречать. И все уже в полном сборе, наши гости, и все вместе отправляемся в Очаков. Тем более вот эти теоретики, их я вообще не понимаю. Да, с ними очень весело. Ну, это же, ну, не профессия, в принципе. Да, это вообще. Как надо делать, ну, так нельзя, это вообще не такого слова нельзя. Это театр, это театр. Ну, всегда все можно, только надо, или это подходит, это на месте, вовремя это сделано. А эти теоретики, они в этом ничего не видели, книг начитались. Да, 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 да. И сидят, размышляют. Ну, если реально кто умеет так красиво сказать, ну, вот что, прям ты думаешь, ну... Ну, это фразы, знаете, там, разные, о которых надо вовремя вставить, там. А потом поговорим, да. А потом поговорим, да. Иногда очень хочется предложить поставить спектакль, собрать людей, вложить силы бабло, и потом еще с тобой поговорим. Ну, да, вот, и тогда мы будем побеседовать, я тогда скажу, вот почему-то вот это так не очень у тебя, а это ты вообще зря. А вот я, а знаете, еще классная фраза есть, вот я бы так не ставил, вот я бы так... Вот это самое, самое... Вот я бы так... Мне очень нравится, в принципе, эта фраза, потому что я... Я бы так не ставил. Я знаю, что ты так не ставил, потому что так не поставишь, потому что-то невозможно так поставить, как я ставлю, потому что-то я ставлю, как я делаю, как мне кажется. В этом году приехали в Очаков с Мариной, Полиной, Наташей. Остальные режиссеры сейчас работают над премьерами, по дороге в сказку, в открытом море и Белый кролик. Вот, поэтому вот в таком тесном кругу, но тем не менее, очень веселая компания. Кстати, на пляже, кроме нас, никого вообще нет. И креветки! И креветки, которые кусают ноги. И собака, которая целуется. В общем, у нас все в порядке. Собаки целуются, креветки и людей нет. Вот, а еще очень важный момент. Марина вчера, когда мы ехали в Очаков на машине, сказала, что очень хочет, еще до того, как был с нами Йонас, она сказала, что очень-очень хочет сыграть вообще сейчас. И уже через 5-6 часов ей предложили сыграть спектакли. Вот сегодня она выйдет на такую сцену и сыграет спектакль. Поэтому будьте очень внимательны к тому, о чем вы думаете, потому что мысль материальная, это работает 100%, поэтому мечты сбываются, думайте только о хорошем. Вот это Марина. Марина режиссер, наша актриса. И сегодня Марина сыграет... Официантку. Литовскую. Литовскую официантку, спектакль Йонаса Базиляускаса. Вот. Марина сегодня вот прям экспресс такой был вот. Скажи, пожалуйста, какие у тебя ощущения, волнения, что ты можешь сказать? У меня волнения, но приятные очень, потому что это будет импровизация, это будет полнейший, постоянный, судорожный контакт с партнером, чтобы он меня направлял, и я подстраивалась под него, и понимала, что он сейчас меня хочет в данной этапе на сцене, я буду слушать и исполнять то, что он хочет. То есть это реально, как будто бы я действительно официантка, ко мне он пришел, и я не знаю, что будет дальше. Ага, то есть ты не знаешь вообще, что будет дальше, да? Нет, я по сути знаю, но мне сказал Йонас, что вдруг он что-то поменяет. Понятно. Йонас сказал, что это будет самый лучший спектакль, который мы когда-либо видели, я, Наташа и девушка, которая с нами. Это Полина. Случай, я тут говорю, она назад не поняла, не переодевается. Вот, я рассказал, что это будет самый лучший спектакль вообще в жизни, который мы видели, поэтому мы все завлечены в таком ожидании, в приятном. И даже, может, кусочек спектакля снимем. ГОЛОСКИ. 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 Тик пильня урсваиге у меня тауре припилт. Тик стипраю и карщау ты мне апкабинь, Бет не ты. Кита саму ранку мисглаус. И Людна Валда, ищи каляус. Ищи каляус и не грейси у секунды. И таки тирту, как и раше. Некада. Некада. Тик пильня урсваиге у меня тауре припилт. Стипрая урсваиге у меня. Тик пильня. Парень. Ши усили дайна. Нелико силку. Пасгал грязимой. Судя. Пергайся ману яуна. Куря милеев шенахти. Милея. У тебя бусы другу монта. Всем привет из Николаева. Сегодня играем спектакль «Валентина в день» в, цитирую, «Николаевском академическом художественном драматическом русско-драматическом театре». Вот это действительно профессиональный театр. Мы играем на малой сцене. Вот так вот. Тут зрители. Там будет происходить действие. Там будет сидеть звука и света оператор. Очень, на самом деле, интересный опыт. Потому что у нас в театре чуть-чуть по-другому. У нас как таковых нету служб, цехов. Здесь все. Каждый цех отвечает за свое. То есть, например, монтировка, декорация – это один цех. Пойти погладить костюмы – это другой цех. Взять декорацию – это какой-то декорационный цех. Взять реквизит – это реквизиторный цех. Чтобы повесить часы, например, это еще один цех. Чтобы сделать свет – это отдельный цех. Чтобы сделать звук – это отдельный цех. То есть, каждый отвечает за свой маленький кусочек. И вот сегодня, когда мы проснулись, мы вчера приехали в 3 часа ночи. Сегодня проснулись в 9. Уже здесь в театре бурлило. То есть, вот та вот часть, где зрители, где холл, где зал, где мы все бываем, она вообще мертвая. То есть, все живет по ту сторону, по другую сторону. Здесь, за кулисами. Здесь бурлит активная жизнь, очень активная жизнь. Мы сегодня проводили мастер-класс для актеров этого театра. Очень хорошо, как по мне прошел. То есть, мы давали тренинги с мячами, с палками. Круто! Руководитель театра «Студис Флэш». Создатель. Меня зовут Леша. Я со-руководитель театра «Студис Флэш». Мы занимаемся вместе развитием театра, развитием нашей школы. Сегодня у нас будет маленький творческий эксперимент. Потому что мы, муж и жена, и мы, в принципе, вместе не работаем. Мы разделяем наши обязанности. Мы не пересекаемся. Сегодня мы будем делать вместе. И мы подумали, что главное в конце мастер-класса друг друга не убить. Все остальное на другом. Если вдруг кто-то из нас не выживет, все нормально. Не удивляйтесь. Как было запланировано. Да, да. Мы отдаемся вечером. В двух словах о нашей школе. Возможно, кто-то уже нас видел, кто-то еще нас не видел. Нашей студии 8 лет. Мы изначально создавались как школа актерского мастерства с целью вообще обучения людей, раскрепощения. Научиться говорить, научиться, что немаловажно для сплэша, позитивно вообще смотреть на жизнь. Это очень важно. К нам приходят люди и говорят, это такой взрыв каких-то эмоций позитивных. Научиться позитивно смотреть на жизнь. Выходить из сложных ситуаций. И все это мы делаем посредством именно актерских техник. Ну а дальше уже с людьми, с которыми мы собственно говоря сотворили вот эти чудеса, мы уже поняли, что очень круто с ними получается еще и даже спектакли какие-то. Почему бы даже не ставить? В наших спектаклях играют только те, кому обучаем мы. Это наша принципиальная позиция. Мы не берем с других студий. Мы берем только тех, кто прошел наше обучение. Потому что в каждой студии есть своя специфика. И очень сложно кого-то переучивать. Бывает такое, что мы даже вообще, ну вы же знаете там другие театры, мы разговариваем вообще на разных языках. Поэтому мы с радостью принимаем людей, но опять-таки хотя бы на минимальный этап обучения, с которыми дальше мы уже можем делать наши работы. В двух словах давай я подключу эту волну. Наша школа, у нас есть три таких основных дисциплины. Ну, наверное, это не новая ни для кого. То есть это дело, да, это сцен движения, сцен речи, актерское мастерство. Ну, то есть мы убеждены и мы прививаем нашим ученикам, что как бы только в комплексе работая над телом, над речью и со своим мышлением можно как бы достичь какого-то результата. У нас был период, были некоторые режиссеры, которые пренебрегали работой над телом. Вот. И соответственно мы общались с некоторыми режиссерами и актерами, которые тоже пренебрегали этим. И мы видели, что как бы их показатели чуть-чуть хуже, чем, ежели мы работаем в комплексе. Поэтому вот, собственно, все программы вообще нашего обучения, все, что происходит, строятся как бы на работе над телом, речь и актерская. Это все тренинги, игры, все то, что мы с вами прекрасно знаем. Мы миксуем упражнения, то есть стандартное наше занятие происходит на протяжении трех часов. Обязательно на каждом занятии есть блок по сценическому движению, это разминка. Мы категорически запрещаем, расстреливаем, называть это физкультурой, потому что это не физкультура. Хотя поначалу людям кажется, что это физкультура. Мы учим слушать, чувствовать свое тело, чтобы им владеть. Есть блок по сценической речи и актерской. Потом мы максимально это все миксуем. Собственно говоря, тот тренинг, который мы сегодня хотим показать вам, возможно, он для вас знаком. Мы думали, что, чтобы такого интересного привезти. И сегодня мы решили... Привезли палку. Ну что может быть интереснее палок? Древянные палочки. Бам-бам. Ну мы взяли мячики. Замечательные два инструмента. Скажите, пожалуйста, кто работает с танистными мячиками? Кто-то работает. Стиральная машинка. Ну, стиральная машинка. Но есть еще люди, которые... Она не поместилась в багажник, мы оставили ее. Сегодня у нас будет две части. Первая, мы будем работать с вот такими танистными мячиками. Мы покажем, что можно делать с ними. Какие-то тренинги мы где-то подсмотрели. Какие-то мы придумали сами. Какие-то придумывают ребята прямо у нас на занятиях. И что будет немаловажно, мы постараемся что-то вам рассказывать. И мы будем очень благодарны вам за обратную связь. И вам, уважаемые коллеги режиссеры, чтобы вы сами сказали. Потому что мы каждый раз, работая с мячиками и вот этими деревянными палками, делаем для себя открытие. То есть мы думаем, что мы даже малую часть знаем того, что в человеке может открыть банальный теннис-мячик. И вот так. Кто работает с палкой? Тоже с палкой. Круто. Можно найти... В интернете есть такой тренинг, биомеханика Мейрхольда называется. Можно найти там полутора и трехчасовой тренинг есть. И там вот предоставлен комплекс упражнений очень интересных с палкой. Сегодня мы поработаем. Очень надеемся, что актеры влюбятся в эти упражнения. И вы увидите, как оно круто раскачивает, прокачивает. И как можно создавать вообще целые истории с этими двумя простыми предметами. Сейчас вот уже сделали финальный прогон. И через 40 минут у нас начинается спектакль. Девчонки уже гримируются. Я сейчас тоже отправляюсь гримироваться. И на самом деле очень боялись, что не успеем. Потому что долго-долго мы возились со светом. Не могли нам его подключить. Ну, очень долго это было. И мы реально боялись, что не успеем. Но, к счастью, уже все в порядке. Все прогнали. Успеем. Успеваем в 5 часов. Будет спектакль. Поэтому постараюсь кусочек снять со спектакля, если будет возможность. Когда я уже не буду участвовать. Чтобы вы посмотрели, как это происходит из-за кулис. Ну, хоть придуши меня. Я к тебе иду, Катя. Катя! Ты где? Катя. Ты... Стас... Этого кусочка никто никогда не видел. Дорогая Валя Валич, говори из себя. Мне на это абсолютно наплевать, потому что я отправилась на спецпланетную экспедицию в рамках международного космического суперпроекта Марс – источник энергии. ПС, желаю счастья пока. ПС, ПС. Да, чуть не забыла. Валя прошлой ночи мне писался бог. Он сказал, что во-первых, он есть. А во-вторых, что ты умрешь от инфаркта сегодня в полночь. В ноль часов. Девчонки после спектакля. Вот так вот они отдыхают после спектакля. Устали, устали просто. Тоже устал. Я тоже устал. А вот и шампанское. Реквизит. Пошел уже, он пустая бутылка. Видите, как. Универсальный. Вот она. Вот она, алкоголизм после спектакля. Вот так это превращается в Валерия, сама знаешь, в кого. Вот, друзья, получились сертификаты, которые удостоверяют, что мы прошли учебный курс «Теория и практика современного театрального искусства». Все. Теперь стали еще круче. Наташа, это мой. Так что, друзья, учиться никогда не поздно. Верка, сильная зараза. Давай, кто дольше выстоит? Ну, первый вздох. А, слушай, это Ира. Ира, это игры для слабаков. Да, вот так вот, вот так вот происходит настоящая подготовка! Все, включится шоумен. Еще пять секунд. Я опускаю вторую. И опуститься. Что, опуститься до твоего уровня? Да, до моего. Вот так, господа, закаляются актеры настоящего сплэш-театра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok